МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Руинич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проверил объекты капитального строительства и ответил на опросы журналистов. В Сарове с рабочим визитом побывал депутат Госдумы Денис Маслин. Время выбрал нас. В детском оздоровительно-образовательном центре «Березка» завершился молодежный форум. Разноцветный вечер с Элмером. В детской библиотеке имени Пушкина прошел традиционный теплый вечер. Далее расскажем обо всем подробно. Как продвигается строительство и капитальный ремонт важных объектов в нашем городе оценил депутат Государственной думы Денис Москвин во время рабочего визита в Саров. Народный избранник осмотрел стадион школы номер 16, 10-ю школу парк имени Зернова, побывал на месте строительства новой школы на улице Зорги и провел пресс-конференцию, где поделился с журналистами своими впечатлениями от увиденного. Одна из самых проблемных точек в нашем городе – 10-я школа, которая должна была открыться 1 сентября. Но ремонт в ней до сих пор продолжается. Денис Москвин побывал на объекте вместе с представителями думы и администрации, пообщался с директором школы и рабочими. Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30 ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30 ноября. Более того, потому что я там увидел, и по готовности подрядчика, представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать, они говорят, что 30 ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация. Судя по тому, что там происходит. Одна из причин, почему ремонт задерживается – существующий 44-й федеральный закон, по которому администрация не может влиять на выбор подрядчика. Однако проблема не только в этом. Большой вопрос у меня к представителям администрации. А вы куда смотрели на все это? Губернатор приезжал, задачу эту ставил. Мы с вами подробно обсуждали, деньги на это выделяли в обморочном порядке. Вы помните, изменения в областной бюджет вносили специально. И это, поверьте, непростая процедура. В результате мы видим, что дети как учились в разных концах города, так и продолжают это делать. Денис Москвин собирается обратиться в правоохранительные органы по поводу проверки работы подрядчика. Также депутат Госдумы посетил парк имени Зернова. Там тоже есть проблемы. Из-за конкурсных процедур произошло смещение сроков строительства. Пришлось уйти в зиму. Слава богу, что вроде как там работы такие, которые позволят сейчас все это без вреда для технологий закончить это до начала зимы, вот такой календарной зимы. Потому что проект действительно очень красивый. И вот эта вот лестница ведущая к воде, и вот эта вот набережная, конечно, это станет, наверное, одним из самых любимых мест отдыха горожан. Также Денис Москвин осмотрел новый стадион 16-й школы, который открылся в середине сентября. Неприятным сюрпризом для него стало наличие замка на воротах объекта. Я пригласил директора школы. Говорю, а вы на каком основании закрыли? Тут еще обнесли этой сигнальной лентой красной. Я говорю, для кого это построили? А мы здесь уроки физкультуры проводим. Я говорю, замечательно, вы должны проводить урок физкультуры. Но вечером до 22 часов здесь должны заниматься жители физкультуры и спорта. Тем более, по мнению депутатов, дни каникул стадион, построенный за 35 миллионов из городского бюджета, должен быть открыт для школьников весь день. В следующий раз Денис Москвин собирается посетить Саров 11 ноября. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Громкий звук перфоратора прервал отдых саровской семьи. Жители дома решили не конфликтовать с соседями и вызвали наряд полиции. За несублюдение закона о тишине на возмутителей спокойствия составили протокол и предупредили, что при повторном нарушении им будет выписан штраф. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудника правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На этой неделе сотрудники госавтоинспекции зафиксировали четыре дорожно-транспортных происшествия. Одно из них произошло на улице Московская. Водитель Датсун при выезде на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель машины Датсун получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы и перелома 12-го ребра слева. После осмотра врачом был отпущен домой. Спустя несколько дней на этом же месте произошло хулиганство. Виновником стал молодой человек, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Гражданка ехала на свой сигнал светофора, то есть на зеленый. Двое молодых людей переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девушка посигналила, молодой человек повредил ее автомашину, пнув ее ногой. Саровчанин лишился 220 тысяч рублей. Мужчина отдыхал в компании малознакомых людей. Когда закончились горячительные напитки, то он, не задумываясь, передал свою кредитную карточку новому знакомому, чтобы тот сходил в магазин. Через несколько дней мужчина обнаружил, что денежных средств на его счету нет. Денежные средства были списаны двумя транзакциями, 100 и 120 тысяч. В результате оперативно-рассыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к данному деянию причастен 35-летний житель Сарова, ранее судимый. Как оказалось, мужчина не раз совершал подобные преступления и ранее уже был судьем. Сейчас он находится под стражей. Подведены итоги голосования по выбору территории, которая будет благоустроена в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что голосование проводилось с 1 по 31 октября на портале «Голос за». Наибольшее число голосов получило идея благоустройства левого берега реки Сатис от моста на улице Строитель Захарова до Маслихинского моста. Детальный проект будет сформирован на основании встреч с горожанами. О дате и времени общественных обсуждений будет сообщено дополнительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детский мобильный технопарк «Кванториум» приедет в Саров 9 ноября. На 4 недели Дворец детского творчества станет центром инженерной и технической мысли. Ребята поработают с квадрокоптерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности, проведут собственные эксперименты. Записаться на занятия мобильного «Кванториума» можно в каждой школе, подав заявление, согласие на обработку персональных данных и копию документа, подтверждающего личность ребенка. В Сарове возобновили работу Центра досуга пожилых людей. Там можно послушать лекции специалистов Департамента городского хозяйства, Управления пенсионного фонда Кабенмер-50, управляющих компаний. Также проходят встречи с представителями городской администрации и депутатского корпуса. Запланирована и развлекательная программа о творческих коллективах у города. Центры культуры и досуга пожилых людей работают в библиотеке имени Майковского, клубе по месту жительства «Восход», в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, и в клубе по месту жительства «Мечта». Спортсмены из Сарова добыли новую порцию медалей. На днях в Нижнем Новгороде прошло первенство города по плаванию. Честь Сарова защищали воспитанники спортивной школы ИКАР Артем Романов и Павел Клюшников. Артем Романов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров у баттерфляем и серебряную медаль на дистанции 100 метров у баттерфляем. Павел Клюшников стал бронзовым призером на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Спортсменов подготовили тренеры Роман Розенков и Евгений Чувашлев. Налоги на имущество физических лиц за 2018 год необходимо оплатить до 2 декабря. Уведомления направляют горожанам заказным письмом по почте либо размещают в личном кабинете налогоплательщика. Об основных изменениях в системе налогообложения и о том, кто может воспользоваться льготами при уплате налога, расскажем далее. Налоговые уведомления по почте не придут, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Также уведомления не получат те, кто зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика. Все необходимые документы можно будет найти там. И те, кто имеет льготы в районе 100%. Например, пенсионер имеет в собственности одну квартиру и земельный участок в размере 6 соток. Льгота предоставляется в полном объеме, и в данном случае налоговые уведомления мы не направляем. В этом году изменена форма налогового уведомления. Отдельного платежного документа или привычной квитанции больше нет. В форме уведомления указаны только реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему России, индификатор и QR-код. Также в налоговом уведомлении не прописываются те объекты, по которым сумма налога равна нулю. Это связано с тем, что некоторые налогоплательщики имеют льготы в размере 100%. Например, льгота предоставляется пенсионерам, многодетным семьям. Полный перечень категории граждан, которые имеют льготы, можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Сотрудники ведомства обращают внимание, что льготы представляют по заявке. Кроме того, если стоимость имущества менее 100 тысяч, на него устанавливают ставку в размере 100%. У нас основная часть таких объектов приходится на вид собственности гаражи. То есть кадастровая стоимость гаражей, которая расположена в городе Сарове, составляет менее 100%. Естественно, на такие объекты налог начислен не будет. И налогоплательщики данные объекты не увидят в налоговых уведомлениях. Они не отображаются. Срок уплаты налогов 2 декабря. После этого за каждый день просрочки будут начислять пене. В детском оздоровительно-образовательном центре «Березка» завершился молодежный форум «Время выбрал нас». Традиционно в заключительный день подвели итоги конкурса социальных проектов «Мой город, моя инициатива». В этом году свои идеи о том, как сделать Саров привлекательнее и удобнее, а жизнь граждан интереснее, представили 25 команд. Подробности в следующем репортаже. Жизнь – это самая главная ценность любого человека. Защищая свой проект, участница поискового кинологического отряда Саров Дарья Абызова доказывала экспертам то, как важно грамотно организовать поиски пропавших людей, чтобы найти их как можно быстрее живыми и здоровыми. Часто наряду со специалистами в поисках участвуют обычные горожане, и они должны обладать профессиональными навыками. «Придумали лесные испытания, которые максимально приближены к реальному поиску, как и по требованиям, которые МЧС Российской Федерации облегчены очень сильно. У нас это, конечно, осложнено. И просто надо показать людям, во-первых, что самое главное – это жизнь человека». Формат учебных поисков саровские кинологи и поисковики уже отработали. Цель таких мероприятий заключается в том, чтобы научить обычных людей основам поисково-спасательных профессий. Тем, кто успешно прошел обучение, будут выдавать сертификаты. Это значительно увеличит число людей, которые смогут наравне с профессионалами участвовать в поиске пропавших людей. Кинологический отряд можно зарегистрировать, если тебе есть 16 лет. В лес ты можешь выходить с 18 лет. То есть, если тебе нет 18 лет, а есть 16-17, ты можешь быть и орган-регистратором, как я, помогать и на кухне, также оказывать медицинскую помощь, если, допустим, доучишься в медицинском колледже, университете и так далее. В этом году на молодежном форуме по количеству заявок лидировали две номинации – добровольчество и гражданская активность. Ребята защищали 8 и 11 проектов соответственно. Всего свои идеи на суд экспертов представили 25 команд. По словам организаторов, очень важно, чтобы все проекты получили развитие. Важна ведь финальная история. Когда мы приедем на следующий форум, мы будем говорить, а сколько проектов дошло до финиша. Потому что беда будет заключаться в том, что запал форума пропадет, интерес к проекту пропадет, они наткнутся на какую-то проблему, и дальше распадется группа, и проект будет нереализован. Вот нам главное, чтобы все проекты дошли до финиша. В этом году гранты получили три проекта патриотической направленности, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и социальные инициативы клуба молодой семьи «Семья». В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в детской библиотеке на Герцена прошел «Теплый вечер» в Пушкинке. Организаторы подготовили для гостей разнообразную программу. Саровчане всех возрастов принимали участие в мастер-классах, пели любимые песни в караоке-зоне, искали в библиотеке слонов и устраивали селфи-гонки. Открылся «Теплый вечер» в библиотеке имени Пушкина праздничным концертом, который посвятили Дню народного единства. На нем ребятам и их родителям сотрудники библиотеки совместно с воспитанниками православной гимназии рассказали, что это за праздник, и поведали историю его возникновения. Украшением вечера стали творческие номера. Программу «Теплый вечер» в этом году составили по книгам Дэвида Маки «Элмер». Организаторы подготовили для юных читателей больше десяти игровых площадок. Гости смогли принять участие в творческих мастер-классах, игротеке, караоке-зоне, театрализованном представлении и даже в селфи-гонке. В ней ребятам предстояло найти в библиотеке семь картинок со слоном и сделать на их фоне фотографию, а после выложить фото на свою страничку ВКонтакте с хэштегом «Пушкинка семь слонов». Да, было сложно. Я очень... Вот здесь я проходила где-то два раза в этом месте. Было сложно искать, но потом все-таки я увидела. Здесь сказали, что будет конкурс и в декабре объявят победителей. Мне бы хотелось поучаствовать в конкурсе и постараться выиграть. На «Теплый вечер» в библиотеку имени Пушкина пришло более 200 гостей. Среди участников можно было встретить школьников, студентов, работников различных предприятий. На праздник приходили целыми семьями. Чита Зверевых впервые стали гостями «Теплого вечера». Такие мероприятия, по их мнению, помогают развиваться не только ребенку, но и получать новые знания родителям. Сплачивают семью, какие-то новые навыки. Ребенок общается с ровесниками, учится чему-то новому. Завершился вечер в Пушкинке поэтическим квартирникам «Шлакоблок». Владислав Смольников и Антон Важдаев прочитали гостям стихи собственного сочинения и рассказали зрителям о творчестве различных писателей. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин